В настоящее время уголовно-правовая охрана семьи несовершеннолетних, защита законных прав и интересов социально незащищенных категорий граждан является одним из основных направлений деятельности государства. Существует масса механизмов уголовно-правовой охраны, обеспечивающих соблюдение гарантированных Конституцией Российской Федерации прав граждан. В 2022 году за неполную уплату алиментов можно получить административное или уголовное наказание вплоть до реального срока лишения свободы. Раньше наказывали только злостных неплательщиков, тех, кто вообще не дает денег на детей. Теперь попасть под статью можно даже при задолженности в тысячу рублей. Вот что нужно знать о новом законе тем, кто платит и получает алименты, это программа «Прокурор в теме». И поговорим сегодня на тему неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, невыплаты заработной платы, пенсии, стипендии, пособий и иных выплат с Алексеем Равмановичем Баевым, исполняющим обязанности прокурора Советского района города Самара, юристом 2-го класса. Приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, на кого же вообще, в принципе, возложена обязанность по содержанию несовершеннолетних детей? Обязанность по обеспечению детей всем необходима, конечно же, в первую очередь возложена законодательством на их родителей. И, ну, стоит отметить, что не только закон предусматривает это, но и определенные моральные нормы, будет, который сложился, и необходимо воспитывать детей на протяжении 18-летнего возраста, а также в последующем, если ребенок учится в университете, получает образование. В таком случае родители продолжают, дальше обеспечивают своего уже совершеннолетнего ребенка. Вы сказали, в университете. Можно здесь маленькую ремарку. Если ребенок получает высшее образование, если он учится в колледже, в техникуме? В колледже, в техникуме. Получают любое образование по достижению 18 лет до достижения ребенка 22-летнего возраста. Хорошо. В случае отсутствия соглашения родителей, в каком размере происходит взыскание алиментов? Ну, проще говоря, если родители в разводе, и они, по-моему, да, у нотариуса должны подписывать это соглашение о плате алиментов. Вот если этого соглашения нет, как достичь консенсуса? Если соглашения нет, то родитель, в чьем обеспечении остается ребенок, в чьем попечительстве остается ребенок, будем рассматривать, по-моему, на примере матери, как чаще всего бывает, то мать ребенка вправе обращаться в суд и взыскивает, соответственно, с отца ребенка денежные средства на его воспитание, алименты. Сумма устанавливается судом в зависимости от сложившейся в этой семье ситуации, в зависимости от трудоустройства отца, в зависимости от того, какие доходы он получает, в каких размерах и объемах. И, опять же, если нету спора о отцовстве, если отец не оспаривает свое отцовство, то денежные суммы взыскиваются в приказном порядке судом, мировым судьей. В случае, если отец при разводе начинает оспаривать свое отцовство по отношению к оставшемуся в семье ребенку, в таком случае такие дела рассматриваются в порядке искового производства, и, соответственно, происходит процесс доказывания и отцовства, и в последующем взыскании алиментных обязательств с него. Суммы бывают также, опять же, различные. Они могут взыскиваться в процентном соотношении к всем доходам отца в зависимости от количества детей в семье. Либо, в случае, если отец не работает, не принимает меры к трудоустройству, либо имеет непостоянный доход, в таком случае денежные средства могут взыскиваться в твердом размере. Ну, давайте пока рассмотрим ситуацию, не доходя до суда. К примеру, родители развелись и договорились о какой-то энной сумме выплаты денежных средств. Ну, давайте возьмем, к примеру, 5000 рублей. Все благополучно, месяц-два, год платит, то есть, да, по устной договоренности нигде это не подтверждено документально. Ну, случаются разные ситуации, к примеру, теряет работу, ну, и какое-то время выплаты не поступают. Вот в таком случае, конечно, я понимаю, все очень индивидуально, но, тем не менее, как вы считаете, как правильно по закону себя обезопасить вот от таких форс-мажорных ситуаций? Ведь в итоге страдают дети? Конечно, страдают дети, но каждая ситуация, она индивидуальна. Сложно сказать, какой это идеальный рецепт, как это нужно сделать. В любом случае, зависит все от взаимоотношений между матерью и отцом, какие они остались в последующем. Отец, у которого случилась какая-то беда, но он старается и пытается, и занимается, тем не менее, воспитанием ребенка. Это одно. Тогда, когда отец просто не участвует никак в жизни ребенка, это совершенно другой случай. И в таком случае, конечно же, необходимо обращаться в суд, получать судебное решение о взыскании алиментов с отца. И в последующем уже принудительно органы исполнения будут взыскивать эти денежные средства, изыскивать их, накладывать аресты на имущество и принимать другие предусмотренные законом меры воздействия на отца и понуждения его к исполнению решения суда. То есть даже если он не работает нигде, все равно это не говорит о том, что не нужно платить алименты, если человек не имеет постоянного дохода, все равно он обязан платить алименты, потому что в строке написано, что он отец, верно? Если, конечно, его не лишили родительских прав, но об этом мы поговорим позже. Так вот, даже не работая нигде, отец обязан выплачивать алименты. Отец обязан выплачивать алименты в любом случае. Ну и опять же, я говорил в самом начале о том, что это предусмотрено не только законом, это предусмотрено и нормами морали, мы ответственны за своих детей и обязаны принимать все возможные меры к их воспитанию. И когда отец говорит матери или уже приставам, или в судебном заседании о том, что у него маленький доход, и ему не хватает на себя, это не является основанием для освобождения его от ответственности, предусмотренной законом. Он должен принимать меры и по трудоустройству, и по воспитанию ребенка. Может быть, какими-то иными способами он будет участвовать в жизни ребенка, и они с матерью ребенка найдут какое-то соглашение. Но не принимать меры никаких, оснований нет ни у одного из отцов в нашем государстве. — Хорошо. Куда обратиться за взысканием алиментов в судебном порядке? Ну вот настала такая ситуация, не платятся алименты, никак отец не принимает участие в жизни ребенка, все-таки крайней мере остается это суд. Вот давайте, наверное, расскажите пошаговую инструкцию, что нужно делать и куда обращаться. — Мать ребенка в случае, если отец уклоняется от уплаты алиментов, вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов по месту своего жительства, либо по месту жительства отца. Заявление, в общем-то, пишется в свободной форме исковое, в котором указывается предмет иска, соответственно, что это алиментное обязательство. Указываются контактные данные все истца ответчика и описывается ситуация, которая сложилась, и, соответственно, просьба матери о взыскании алиментов с отца. Кроме того, необходимо отметить, что возможно взыскание алиментов за последние три года. — Ну хорошо. Бывают такие ситуации, когда вот мы в начале программы с вами говорили, что отец платил алименты, но никак документально это не подтверждалось. Давайте возьмем такую ситуацию, не перевод. Через банк онлайн, где можно распечатать все квитанции, а просто передавались деньги в конверте, скажем. И бывают такие ситуации, женщина подает в суд и говорит, что он не платил мне совсем ни копейки. Вот как доказать здесь отцу в данном случае, что он, скажем, год платил, а год нет? Вот бывают такие ситуации. И здесь прокуратура вообще какую роль играет в этом вопросе? — Действительно, и такие случаи бывают. И опять же, уже озвучивал я, что отношения в семье складываются разные, особенно после развода, такого сложного процесса для людей. Поэтому в случае, когда остаются несовершеннолетние дети, обезопасить нужно в том числе и плательщик алиментов. Конечно, если отношения складываются таким образом, что возникает недоверие, либо какие-то споры между матерью и отцом ребенка, лучше всего алименты выплачивать такими способами, которые в последующем можно будет легко подтвердить. Например, опять же, банковские переводы. Если уже случилось такое, что денежные средства передавались в конверте, тут вопрос, опять же, индивидуальный и вопрос доказывания. Если есть несовершеннолетний ребенок, который может быть допрошен в суде, это, конечно, упрощает ситуацию. Его можно будет вызвать в суд, и он может дать пояснение по поводу общения с отцом, например, участие его в жизни. Может быть, отец каждый выходной ребенка забирает домой, и покупает ему игрушки, вещи, одежду. И это тоже приравнивается к алиментам, да? То есть это тоже помощь, и она тоже считается, она никуда не девается. Конечно. Если у отца и матери есть соглашение о том, что отец участвует в жизни ребенка таким способом, это вполне допускается. Не обязательно без решения суда уплат алиментов в денежном выражении. Если отец выходные забирает ребенка и покупает, например, ему все самое необходимое, то, конечно, да, это и может учитываться как участие в жизни ребенка. И это, как по мне, если лично, это, думаю, даже и лучше, когда отец принимает участие в жизни ребенка не только передавая деньги на его содержание, но еще и в воспитании ребенка. Если все-таки решение суда есть, а выплат нет, как быть в этом случае? В этом случае есть предусмотренный законом способ обращения матери взыскателя алиментов в службу судебных приставов-исполнителей с определенным заявлением о принудительном взыскании алиментов. Приставами принимаются ряд действий, направленных на понуждение должника к исполнению решения суда. Но в преддверии вашего следующего вопроса, скорее всего, о том, что делать, если и приставы не могут взыскать денежные средства с отца, а для этого предусмотрена административная ответственность. В случае, если административная ответственность, которой привлечен должник, никаким образом на него не повоздействовал, он продолжает уклоняться от исполнения решения суда. В этом случае предусмотрена и уголовная ответственность. Бывают и такие случаи, когда родители просто-напросто скрываются от алиментов, не проживают по месту прописки, не появляются, ну то есть полностью, да, пропали, исчезли из жизни ребенка. Вот здесь, в таком случае, какие меры воздействия принимать вот к таким, но здесь мы уже переходим в категорию, конечно, злостных неплательщиков. Это да, это категория злостных неплательщиков, но к этой категории могут относиться и те, кто и не скрывается. Они также не платят алименты, более того, не считают нужным этого делать. Уголовная ответственность, как я говорил, предусмотрена для этого, и активно применяется эта норма законно, на постоянной основе и прокуратуры района проверяются исполнительные производства, находящиеся в исполнении судебных приставов исполнителей, принимаются меры и к розыску лиц, скрывшихся от органов судебных приставов, объявляются в розыск указанные лица и устанавливаются, кроме того, и не сами лица, а их имущество, на которое может быть возложено взыскание. Алексей Романович, Вы сказали о том, что бывает и так, когда после развода отцы начинают устанавливать свое отцовство. Ну вот скажите, если, допустим, такую ситуацию мы с Вами разберем, отец говорит, это не мой ребенок, предположим, я не буду платить ему алименты. Но вот здесь, как доказать его отцовство? Это, я так полагаю, наверное, какая-то процедура ДНК. А если сам отец на нее не идет добровольно, то что делать? Отец, в первую очередь, должен еще сам принимать меры к доказыванию того, что он не является отцом. Недостаточно заявить об этом в суде. Тем более, что когда ребенок рождается, оформляются соответствующие документы, в которых он является отцом. Если такие документы есть, а в последующем отец отказывается от отцовства, необходимо принимать меры к доказыванию этих обстоятельств. Хорошо. Продолжаем к самому главному, наверное. Сейчас мы перейдем об ответственности, предусмотренной законодательством за неуплату алиментов. Ответственность, как я говорил, предусмотрена административная. И в последующем, если... Что подразумевает административная ответственность? Какие-то цифры, да? Административная ответственность подразумевает, в первую очередь, отбытие обязательных работ. Так. В последующем, если лицо не может отбывать обязательные работы, то в таком случае назначается административный штраф. Но административная ответственность – это не предел, который возможен в ответственности злостного уклонителя от оплаты алиментов. За уклонение от оплаты алиментов предусмотрена и уголовная ответственность. Да. Если лицо ранее было привлечено к административной ответственности, и административная судимость, скажем так, не погашена, то в последующем наступает уголовная ответственность. Уголовная ответственность уже, соответственно, подразумевает уголовную судимость привлечения к уголовной ответственности и наказание более строгое. Как правило, назначаются исправительные работы. Исправительные работы в этом случае, полагаю, самый действенный способ и достижение цели и задачи уголовного наказания именно за такой состав преступления. Поскольку исправительные работы предразумевают работу официально в местах, либо определяемых самим осужденным уже к тому моменту, если он официально работает, и происходит удержание денежных средств, соответственно, в возмещении ущерба причиненного преступлением в оплату алиментов. Либо, если лицо добровольно не устраивается на работу, его направляют на работы, согласованные с органами местного самоправления и уголовной исполнительной инспекции. То есть в таком случае, в таком виде наказания, лицо в любом случае должно трудоустроиться, и, соответственно, в любом случае официально и будут взыскиваться денежные средства на содержание ребенка. Но вот все-таки, возвращаясь на шаг назад, кто и как накладывает административную ответственность на должника по алиментам? Административную ответственность накладывает на должника мировой судья. Так. С таким представлением в суд, с исковым заявлением, выходят судебные приставы исполнителя. Ну, если говорить все-таки о статистике, я сейчас не буду спрашивать за весь город, но если у вас есть статистика, то ради бога приведите ее. Но все-таки касательно вашего района, много ли на сегодня людей, мужчин, которые не платят алименты? Таких людей достаточно много. Как бы это не было грустно для всех, тем более матерей с детьми, которые в одиночку справляются со всеми трудностями на своем жизненном пути, и приходится им и работать, и содержать и себя, и детей, и свой быт, и дом. Мужчины, к сожалению, почему-то часто уклоняются от обязанности отцовства. Сложно объяснить причину, поскольку каждый раз, поддерживая обвинение в суде, я спрашиваю людей, почему вы пришли к решению родить ребенка. Вы взяли на себя обязанность по его воспитанию, а сейчас от нее уклоняетесь. Ну, чаще всего поступают ответы, что, вы знаете, мне тяжело. На что следует мой вопрос, а почему вы не думаете, как тяжело матери? Таких мужчин много. За год, на текущий момент, возбуждено и направлено в суд, и рассмотрено в суде около 25 уголовных дел только по советскому району. И следует отметить, что в это число, возможно, еще кто-то и не вошел. Те семьи, кто не обращаются, а взысканием, и, может быть, полагают, что нечего взять с них, с этих отцов. Но в таком случае... Ну, и гордость, как правило, женская играет. Гордость может сыграть. Не нужен отцу ребенок, не нужны мне его и деньги. Верно? Верно. Ну, а в таком случае я призываю обращаться в суд и взыскивать алименты. Поскольку это жизнь ребенка, и в ней должен быть, ну, как минимум, если не отец, так хотя бы какая-то поддержка отца. Хорошо. Если вот все-таки никакие вышеперечисленные меры не помогают исправить ситуацию, остается еще один вариант лишения должника родительских прав. Вот как вы смотрите на такой исход событий? Лишение должника родительских прав – это действительно одна из мер. Ну, опять же, это в частных случаях. Я не могу в этом случае призвать наших граждан к принятию такого решения, поскольку это... Сразу свобода действий. Это свобода действий, во-первых. Во-вторых, необходимо учитывать интересы ребенка в этом случае. Не всегда лишение родительских прав может быть полезным для самого ребенка. Ну что же, предлагаю перейти к не менее важной теме. Это невыплата заработной платы, пенсии, стипендии, пособий и иных выплат. Вот скажите, пожалуйста, что подразумевается под частичной невыплатой, Алексей Романович? Под частичной невыплатой заработной платы подразумевается, ну, соответственно, частичной невыплатой заработной платы свыше трех месяцев, если мы говорим о привлечении работодателя к уголовной ответственности. Под полной невыплатой заработной платы под смыслом уголовно-правового закона подразумевается невыплата полной заработной платы в течение двух месяцев. Но ведь невыплата еще может быть и пенсии, и стипендии, пособий и иных выплат. Вот здесь это тоже карается законом? Точно так же карается законом. Здесь разница только в субъекте невыплаты. В одном случае это работодатель, в другом случае, соответственно, другое лицо, обязанное выплачивать эти социальные выплаты. Ну, мы ведь с вами еще говорили о том, что если дело направляется в суд, и если это уголовная ответственность, то, соответственно, появляется у гражданина и судимость. А вот возможно ли освобождение от уголовной ответственности, вот как раз по данной статье, либо эта пометка будет преследовать тебя всю жизнь? Невыплата гражданину заработной платы, это нужно понимать, что лишение работника, гражданина денежных средств и, соответственно, денежных средств на вообще существование, обеспечение себя всем необходимым. Это преступление, которое в первую очередь направлено на само существование человека, на обеспечение его себя. И законодательным для мотивации работодателей и должников к выплате заработной платы действительно предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности. Такое освобождение от уголовной ответственности возможно путем полного возмещения, причиненного преступлением ущерба, соответственно, полная выплата заработной платы, компенсации и всех остальных прочих выплат, которые положены работнику и которые не были выплачены. Кроме того, и проценты за невыплату заработной платы. В случае, если лицо, привлекаемое уже к уголовной ответственности, в течение двух месяцев с момента возбуждения уголовного дела выплачивает в полном объеме заработную плату проценты и остальные прочие платежи, возможно прекращение уголовного дела по второму примечанию к статье 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но стоит обратить внимание, что это не является реабилитирующим основанием. Преступление оно совершено. В этом случае лицо лишь освобождается от уголовной ответственности. Ну а если выше мы с вами говорили об уголовной ответственности за неуплату алиментов, здесь можно под нее избавиться? В этом случае избавиться от уголовной ответственности за неуплату алиментов нельзя. В этом случае, как и в 145.1 по невыплате заработной платы, предусмотрен другой способ прекращения уголовного дела, освобождение от уголовной ответственности, это примирение сторон. Действительно важную вещь мне озвучили и в теме уплат алиментов. Каждый гражданин, который уже подвергается уголовной ответственности, привлекается к уголовной ответственности в отношении возбужденного уголовного дела, либо оно уже направлено в суд, Стороны, если лицо привлекаемых к уголовной ответственности ранее не судимо юридически, могут примириться с потерпевшей стороной путем полного возмещения алиментов, либо заработной платы и иных социальных выплат. Существует понятие серой заработной платы, вот какие минусы, если все-таки еще возвращаясь к теме алиментов, и да, к примеру, у гражданина маленькая зарплата, и с нее он как раз и платит алименты, а основной доход получает в конверте. Вот здесь, как быть, знает супруга, что хорошо зарабатывает, есть приличный доход, а платит ничтожно мало алиментов. Здесь вот какой выход из этой ситуации? В этом случае необходимо обращаться в суд, доказывать иные доходы, какие имеются у гражданина, но серая заработная плата, в первую очередь, это проблема самого гражданина, который ее получает. Гражданин, получающий серую заработную плату, как так называемую, где она состоит из двух частей, официальной, это минимальный размер оплаты труда и неофициальный, может лишиться возможности получения существенных социальных выплат, в том числе, это и могут быть и по временной нетрудоспособности, вот этот гражданин будет получать социальную выплату по временной нетрудоспособности, только самую минимальную. Также от этого зависит и размер последующей пенсии, и всех остальных выплат, в том числе и налоговых вычетов, и всего остального прочего. А заработная плата серая влияет в первую очередь на самого работника. Ну что же, спасибо вам большое, Алексей Романович. Как мы видим, мер воздействия на должника много, но многие из них действуют лишь в том случае, если должник финансово состоятелен и имеет возможность платить алименты. Однако не хочет этого делать, цифры, статистики поражают, вот насколько долги по алиментам глобальная проблема в стране. Все это говорит о том, что путь реального получения алиментов по факту термист и не всегда успешен, но сдаваться точно не стоит, ведь женщины здесь борются за интересы и уровень жизни своего ребенка. Вы смотрели программу «Прокурор в теме». Всего хорошего. До свидания.